Которые находятся в зоне АТО. Нам необходимо с завтрашнего дня начать отправку туда людей. И здесь, вот тут, где находится главная диспетчерская торговля на крови, нужно требовать, чтобы эта торговля прикатилась. И последнее. Все те деньги, которые выглебли из карманов людей за эти годы, по повышенным тарифам, по всем этим результатам плюс, необходимо вытащить из карманов назад олигархов и вернуть людям. Это более 15 миллиардов за год. Если кто не знает, я расскажу. Весь этот год все люди платили за электроэнергию, как будто бы уголь, который существует и сжигается для генерации энергии, заводится с Афтердама, с разных бирж из Африки, из Америки. А между тем он покупался у орков, покупался в ЛНР ДНР, покупался в России. Покупали они по 600 гривен, продавали по 1800. И со всего этого финансировал ЛНР ДНР, что я не призывал. Слиг в карманах не будет ездить оружие. И последнее. Давайте перестанем говорить, что Казарова в Казаре. Давайте перестанем говорить о коррупции. Все те, кто куда в страну, а не вбийцы. Это не воры, не коррупционеры. Нам нужно во время войны, чтобы мы все влияли, чтобы держава была готова, чтобы нет, чтобы не боялись, что и куда-нибудь в небе. Мы лишь готовы. Мы боялись, что и СССР, мы должны держать. А это будет вот там. Мы желаем, что и на педагоге. Начинается отправка людей и желающих поддержать наши редукты в зоне АТО. Мы заблокируем всю споручение с Россией. Я обращаюсь к ревнянам. Мы должны заставить нас уважать народ. Мы должны заставить президента и правительства работать на нашу национальную безопасность. На каждого из вас. Они на свои карманы. Хватит сливать столу. Слава Украине! Герои Слава! Герои Слава! Я хочу сказать еще людям, которые фактически две недели назад после начала блокады с ужасом и уделялись. Мы с удивлением узнали масштабы, по которым продают Украину. Рассказать о той ситуации, которая случилась с 2014 года. Сейчас у нас количество российских банков в нашем банковском секторе резко увеличивается. Затесняются украинские банки. Сейчас закрываются шахты Романыни на Львовщине, на нашей части Донбасса. Для того, чтобы обеспечить Ахметову и Порошенко сверхприбыли. Чтобы они покупали все это у боевиков. Чтобы они покупали все это в России. Убиваются специально те предприятия, которые выполняют стратегическую функцию. А что они говорят по поводу оккупированных территорий? Они говорят, что нет войны. Что нет оккупации. Что там Россия осуществляет эффективный контроль. А по-моему, сейчас Россия осуществляет свой эффективный контроль по всей стране. На Банковой, на Крушевского. И есть только три точки сейчас. И есть эффективный украинский контроль. Первая точка на передке. Где наши хлопцы отдают свою жизнь из-за Украины. Вторая точка. Это там, где сейчас люди плакают на крови. И третья точка. Это в тех местах, где собираются люди с чистыми помыслами. Украинцы с чистым сердцем и желанием изменить свою страну. Мы все хотим одного. Мы хотим мира. Мы хотим, чтобы каждый человек заработал себе деньги на жизнь. Обеспечить свою семью, не воруя, не унижаясь. Не занимаясь ухождением на части. Чтобы не уезжали люди в Португалию, в Великобританию. Чтобы здесь, в конце концов, рассвела наш год. Разве мы бы много бы хотели рассказать жизнь? Дякую, друзья. Сейчас мы порадуемся. Организуем здесь охорону. Организуем здесь паспеку. Путь располагаться на веты. Я думаю, что нужно заплакировать с двух сторон. Пусть Порошенко, которые охраняют пустых пленных, ходят на работу в свободной калитке. И мы разберемся сейчас, что делать с теми, кто шантажирует украинцев верными отключениями. Шантажирует отключением укрепления. Все те люди, которые забыли, что их основная задача служить врагу, я думаю, что с вашей помощью мы напомним. Давайте, пожалуйста, соблюдать порядок. У нас достаточно воли, выдержки, опыта, для того, чтобы победить без криков, воплей, питаниями петра. Это все лишнее. Это законопроизводительное свободу. Дякую. Слава Украине! Я в першу чергу хочу звернутися до людей, які стоять в форме с тією стороны. Ті хлопці стоять знову за рушниками. Хлопці, які стоять в масках. Нібито в новой форме, деяких брали дуже багато грошей. Запамятайте, в 2014 році було таке саме простое стояння. Уже в сто раз більш сильнейшим. Они как виталий и краски положат, в сторону и отойдут. Ця влада вам створювала такі умови, чтобы вы гинули на сходе Украины. Они вам створювали котли, знищивали, потому что им всю святому нацию требует вынищить, чтобы просто заработать. Запамятайте добре. Это и перед тем, как делать какие-то обдуманные кроки, злочинные кроки. Вы думаете, в какой стране вы живете. У меня все. Если тут есть святомые офицеры, пожалуйста, выполните волю украинского народа. А не барих, которые там сидят и торгуют. С теми, кому недавно дали безвиз в Мордор. Теперь для всех, кто тут, я вас очень щиро, под сердцем прошу. Нас завжди кидали вороты с мебелью, с подивлением. Зараз мы боремся за Украину. Мы пьем по их ресурсам. Почему это все шваль? Поляртично за украину. Потому что они не заросли миллиарды за циклами в России. Они стали пятишли. У них стало меньше денег, у них паніка. Украина, украина, украина. И у Луценка, украина и украина. И украина. Все в голове структури крышуют для этого дома товаров. Давайте пить их про их ресурсы. Там, где они сладкие. И когда они сначала садятся, то они не будут помидывать. Я уверен, что вы тут просто. А он грабит этих детей. Маю за честь з вами бути разом і до кінця. Слава Україні! Слава! Слава! Отже, друзі, закликаю всіх тіян, всіх гостей міста приходити сюди, долучатися до мирної акції протесту, протесту проти несправедливості, протесту проти організації трьохрічної війни і вбивства української нації, цвіту нації. Зносити сюди хто що може, хто намет, хто палицю, хто дрова, хто миску, хто хлібку з хліба. Ми будемо чай, каву, ми будемо достояти, ми будемо показувати всьому світу віднову, що ми не робимо. Рабів до раю не пускає. Ми будемо боротися на кожному кроті, на кожному етапі. А Порошенко буде приносити нам чорну ікру. І конфет. Я заботиваюся, приходьте, запрошуйте своїх друзів, приходьте, родинами, подивіться, що ви все бачите, що ви звичайні працівні, які проводяни, які хочуть справдивися, які не хочуть посилати свої хлісти, для того, щоб наші ворушенські, хронькани, Акметовы і інші, які наживалися на нашій хроні. Всьому Україні! Я, як координатору блокаду, ми тож не відбувалися. Скажіть, люди, блокада нужна? НЕ! Ми такі відтворюємо нашу Родину? НЕ! В мене приходить дуже багато сообщень, що ми не там ставимо наші відути. Ваші відути не розказували, що треба робити на банкові відути. От ми ставимо відути тут. Все, хватит совєдна. Отамайте свої дуби з дивана, вийдите сюди. Для Україні! Героям слава! Я хочу вам сказати ще про слово. Пакетки під Неменцем, які не сподівали у мене. Всіх відути. Вони страждали. І ніяк будівля не посередала. Ні, що вони не помилили. Тому що вони вирощувалися і країну війні. Тому що вони вирощувалися і країну війні. Я зараз покажу. Я багато всього ввожу хіп про коронців, які стоять на КТРМ. Друга, махну не знімати. Парну толсту. Вони вирощувалися і вирощувалися і вирощувалися. Так, щоб вони стали судами, щоб вони стали прокурорами, трудною милицей. І ця війна, якщо вони зараз використовують і стоять на КТРМ. Я хочу, щоб там були співпраців, які відчували нас на передовой. Пянулися назад живими. Я хочу, щоб ви вийшли спрена тих, хто там згодівся, на чорських условий. Я хочу, щоб у нас появився шах побороть корупцію. Делати так, щоб люди могли зараз закладувати стоїм, згодаєте, що земля нисколько і висноває відповідь состанальних країн. Я хочу, щоб ви вийшли вийшли в нашу трансляцію в соціальних мережах. Ми будемо вийшли в нашу територію, якою временно обупити. По-другому, якщо у нас тут прийде пір на крові, пір на чугу, то якщо наші хлопці знаходяться на тюрму тут, в Україні, то якщо ми їм витащимо в положеному підлію? Якщо хлопці знаходяться там, росіян знаходяться, що ви того не говорите, що ви за його голосували, ти що? Нормально. Я не голосував за нас. Він привився. А в мене вибори? А я розумію. Субтитры делал DimaTorzok 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 Приезжайте. Багато з вас так постійно, каждый день мне звонит телефон, когда начнется. Не питайте больше. Прийдьте и начните. Слава Украине! Заспеваем разом гимн Украины. Еще не вмерла Украина, ни слава, ни воля. Еще нам, братья-украинцы, усмешнется доля. Зим наши вооруженки, как роса на солнце, запануем ими, братья, у своей стороне. Душу и тело мы положим за нашу свободу. И покажем, что мы братья козацкого роду. Душу и тело мы положим за нашу свободу. И покажем, что мы братья козацкого роду. И слава Украине! Героям слава! Слава Украине! Украина! Говори всех! Сpart mighty Gods! Дорогие кияни, другие сумчане, дорогие харьков intent, дорогие украинцы и все, ктоized сегодня сегодня на этом Майдане. Вы знаете, я представляю reserve помощ sparklyiye болтовщины. Полтавская громада вместе. Если полтавская и украинская громада всегда были вместе, то мы бы не допустили такого состояния, как сегодня есть у нас в государстве. Я помнила, у нас нет сегодня государства, у нас остался лишь украинский народ, который должен сам за себя постоять и побудовать новую государство, новую Украину. Украину подробно. Украину подробно. Мы должны подробно еще приятно вкладывать в наше правильное слово. И мы не виноваты, не виноваты, не виноваты, а мы виноваты, что сегодня мы по колено стоим у крови на Донбассе, небесная сотня. Как можно извинить такую политику, недолугую политику нашего уряда, нашей главы. Депутаты 450, большинство народов, уменьшаются и уменьшаются, вымирают быстрее, чем наружаются, а депутаты не изменяются. Они не встегают наютати свои бики, что человек на телевизорах помещается, а народ все беднее и беднее, все больше людей появляется для своих депутатов. То как можно дальше жить в таких государствах? Мені соревно, коли ми поїхали перший раз на Донбассе, в Синдум-Ургусе, я побачила солдатів, які стоять на між руках, вверх, тряпками, подъявленими, у яких рвані, форменый подяг рваный на Торино, у яких пронежили тоди на 10-20 человек. И если не украинский народ, то неизвестно, где сейчас проходила линия размешивания, либо в Аркевской области, либо в Днепропетровской, либо в Днепровской области. То как можно дальше жить в этих животных, как можно жить с такими тарифами, как можно заплатить человеку, которая отрежет тысячу-тисячу тысячелетий. Мы не хотим жить. Мы хотим жить, трудиться, трудиться, трудиться. Мы хотим застосовывать свои знания, свои мнения и на них у своих государств, а не ехать на заработки, чем больше, чем не меньше, ну или еще где-то. Наша Україна 그만ти. Нæ illegία. Нъехав Ten dollar. Нам не подходить, чтобы никого не предупредить. Потому что ненадолёт, который querer использовать для людей. И теперь мы будем в жиль송е, складывать поведение и несколько ненашими, и несколько. Библиотеку и вейнищу. Народ не взял, но сференок организации, что не было. Когда начался волонтерский рыв, народ не обманывался, но сейчас и воронежную группу станут для людей. Не важно, что были. Активизм не стоит прочитать. Единственное положение и единственное положение – это объединение нашего страны. Вы знаете, хочется очень, хочется очень сказать, чтобы мы, наши граждане, взялись за руку и сберегли свою страну, свою страну и привели нормальную страну. Продастся громадам, разом, всем украинским народам. Слава стране! Всех, кто сейчас присутствует, располагайте своим родителям, располагайте своим родителям, своим родителям. Стояние, гости, столицы, ходьте сюда, посмотрите на наши действия, посмотрите на то, что это наша обычная, нормальная людская борьба, на наши нормальные гражданские права. Это то, что мы украинцы не гибли, украины в 21 столетии. Мы закликали, закликаем и будем закликать. Как все представители, как все представители, как все представители правоохранных органов, которые украинские права, они заходятся за то, что они стоят на страхе украинского народа. Они получают зарплату наших граждан. Проти кого они сейчас стоят? Они стоят против своих плат. Вот, задумайтесь на титул. Вы сейчас повторяете долю Януковицької Беркутни. Вам не удастся втекти, вы молодые, вы отважные. Большой кто из вас, возможно, и был на войне. Но я хочу сказать, что всем вам втекти не удастся. Вам в этой стране еще жить, еще ростить детей. Задумайтесь над тем, что мы не злоди, что мы не бандиты, мы, звичайные граждане. Більшість тут активистов, это бойцы, которые прошли войну. Я особисто был на войне и был не один раз поранен. И много моих побратимых так же. Мы хотим только нормальной доли для нормальной страны. Нам тут детей кормить. Ростить. Нам тут будущее будущее. Я вертаю. Мы не собираемся. Я вертаюся до окейских и гостей столицы. Друзья, сходьте с людьми. Смотрите то, что может. Мы покажем о нашей недовладе, про то, что мы мирно, в час войны можем протестовать, протестовать наших чиновников из этой недовлады. Они пришли на крови. Они пришли на крови Майдану. Они нам обещали. Спитайте за каждый из себя. Какие обетники Майдану было выполнено? Спитайте за у себя. Горьба. Спитайте за у себя. Горьба. 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 Спитайте за у себя. Я, например, особисто правитель, так как много кто из вас присутствует в праву участии в подиях, в подиях Майдану. Спитайте за у себя. Прошло три года. Зменили 4, здаясь, прокурора. Две расследования без расстрела Небесной сотни. Чому були вырезаны дерева, где оставались гильзы? Чому зникла картодека пуль? Чому зникло це все? Питание. А тому, що ці недовлади видяно, щоб ніколи ці злочини не були розкриті. Чому? Тому, що вони пов'язані один з одним. Вони щеплені Ахметом з Порошенком, Медведчук з Кройцманом і інші, інші, інші. Це моя особиста приватна думка як пересічного громадянина. Я не є спеціалістом в цьому питанні. Але спитайтеся кожен у себе з вас. Чи в такій країні ви хотіли жити, коли ви ходили на Майдан? Чи в такій країні ви хотіли жити тоді, коли йшли вибори і вам обіцялися ці депутати, які сидять в Верховній Раді? Хтось із них один, хоча б один, виконав свої передвиборчі обіцянки? У нас є депутати, які з вами стоять. Вони поодинці, не можуть обладати до зберіг, вони заплакають нас з вами. В них своїх генералів. Приходьте, відтримуйте нас. Відтримуйте за майбутній України. Ми за це деструктили. Ви не забували конституційного ладу. Ми за припинення злочині з другими українцями в Україні в 21 році. Україна вже десь вий підряд доказує, заводить те, що ми можемо, ми здатні. Ми маємо право реєстрування. Ми старотемня націй. Ми багато націй. Ми дали дуже багато чого людську, непостороного, волонтаву, злочинного потенціалу. І нас весь час намагається заплати, що ми є раби, що ми повинні сидіти за своїх кухнях, що ми повинні слухатися за тих депутат. Ми здається за своїх кухнях, розвиттанів і інших житетів. Асьма продажній власник. Асьма продажній власник. Асьма продажній власник. У нас є одна мета. Це жити в цивілізованій країні, простити своїх дітей і будувати свої світ за майбутнє. Ми не такої долі, ми хотіли, що Україна з найберішим, найфруктивим, найберішим, 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 найберішим. Ми хочемо елементарно, щоб влада служила загрозою. Чому в Європи прем'єр мініст може їхати на велосипеді? Чому вони ходять як прості люди, а до наших можновладців не зобитися, не спорватися? Це тому, що наші можновладці, вони не правопийця, вони суть нашого крові, вони знущаються з нашого народу. Тому вони не їдні того, щоб називатися нашою владою. Україна на 21-го століття так і не провела політичної, так і не зростила політичної каліти. З оборонки трапляють, оборонки виникають. Але їм, як казав Сакешвілі, якщо кинути одного свіжого огірка в бочку, то нічого свіжого огірка в бочку. Друзі, повірте в себе, кожного з нас зараз, в цей момент, в цьому гості, завтра, після-завтра борються доля. Кожен з нас відповідає за завтрашній день. Якщо нам буде закидати, що ми такі окупали, що ми хочемо щось змінити, то їдіть на фронт. Я вам так покажу, я доброволець, я один раз був поранений. Багато хто не поправдивий тут, теж добровольці. Дуже багато знайомих в личності воювали. Ми маємо право сказати, що ми тут, на своєму місці. Якщо в країні йде війна, то це треба робити і говорити, що в країні йде війна. Якщо в країні йде розвід корупції, то треба казати, що йде в країні розвід корупції і не робити вигляд, що вони з цим борються. А тому що, як казав наш недопрезидент, нешанований Дною Порошенко, коли приймав інаугурацію, він казав, що от була успіху. Це посади своїх трьох найближчих друзів. Трьох найближчих друзів посади. Питання, кого він посадив? Кого він посадив? Не вже добровольців, це є його найближчі друзі. Всі мої побратими, які воювали, проливали кров, захищаючи нашу країну від анусінького агресора. Не жаль, ми є, що друзі. Корупція розвітається. Отож, друзі. Складайте вас, каменіться. Звоніть до своїй районі. Доді, спіляйтеся. Приходьте сюди. Ми не порушуємо жодним чином. Ніякі закони. Ніякі конституційні лаги. Ми вимагаємо від влади, по-перше, порядок цій країні. Припинити свій трейдість. Попирати винних тому, що зараз стоїться на споті. А значить, якщо в нас в країні війна, які можуть бути торгівля з Сумбранкостю. Ви собі уявіть собі, що Сталін з Гітлером в 43-му році привозили ешелони якісь на торгівлю між Сумбранкостю. Це нонсель. А в нас зараз гібридна війна. В нас зараз гібридна АТО. В нас зараз гібридна економіка. В нас зараз гібридне телебачення. Гібридна медіа. Це може бути таке, щоб на 3-му році війни з окупантом 45% з цього банковського секту в Україні легально належало окупантам. Ви мені скажіть, а де та влада, що вона робить? Вони тільки полагають. В Верховній Раді з кінця вечора засідання по 20 депутатів. А чого вони не ходять на роботу? Чого вони ненормований день собі не проводять в країні війна? Так було нещодавно за один день і саме розгибло. Так президент поїхав до Європи, поїхав до пам'ять, який пристав у наші болезні, я не мені знаю, що працюють. Питання, а в нас що, не болезні? А в нас що, не трагедія? А в нас що, не правда? Що може буде трапитися таке, ще трагічного, щоб він хаменувся і сказав, що в нас війна? Щоб він дав дозвіл на філ, на хтилерію, тої цепернії, тої грудні. Скажіть мені, будь ласка, що має відбутися? Ми маємо здати карти, ми маємо здати суми, ми маємо здати тисячанів. Що ще ми маємо здати такого, щоб Порошенко, як гарант, стидуться, якою я його не бажаю, щоб він хаменувся і почав виконувати свої конституційні зобов'язання, конституційні. Можна багато молекати про те, що якщо введе військовий стан, значить не буде ніякого там фінансової допомоги за кордоном. Така вона нам і не потрібна, перестаньте просто крати. Перестаньте просто крати, подивіться на ці декларовані. Ми сприймали це серйозно. Нас потихеньку варять, кожен день крати, кожен день крати. Бо завчора загинув мій попратився. Доброволить. Держава його не зрятала, що він загинув. Держава не дать йому не копійні. Залишилася 16-річна дочка. Кому та 16-річна дочка має подякувати, що загинув? Чому досить пір добровольці гинуть на фронті, не маючи ніякого ні соціального забезпечення, не маючи ніякого ні визнання? Не треба нам тих партий з тих земель. Нам треба виснути, що якщо людина встала і пішла захищати свою землю, то це не обов'язково вона повинна бути героєм, не щоб тоді, коли вона підтворюватися Авакову або Патараку. Це значить, що якщо людина з бірою в серце, якщо вона любить цю країну, вона вже герой. Вона вже герой. Ви будуть почати цінувати своїх людей, які роблять хоч щось для майбутнього нашої країни, а не живуть в цього декі. Приходять до влади, розпродають і далі виїжджають. Подивіться, де діти можна владів навчаються, куди вони їдуть, час війни на відпочинок на Новий рік, де наші депутати відпочивають. Якщо ж не болить про те, що в Україні хтось зараз в нашій країні і війна, що розпирається. Тому, друзі, я закликаю усіх. Усвідомте, будь ласка, усвідомте, що від кожного з нас, від кожного з нас залежить хтось майбутнє. Доля знав нашого дня, наша країна. Що ми мусимо жити з вірою в серці, в Бога, в нашу землю, нашу країну, нашу націю, наше майбутнє, в наших дітей. Що ми мусимо щонебе зробити для того, щоб завтра стало краще, ніж сьогодні. І треба думати про те, що мені ця країна дала. Ті подумають про те, що ти цій країні дала. Ті подумають про те, що ти час... Ви частинка цього великого суспільства, українського народу. І ви відповідальні за те, яким завтра буде цей народ. Приходьте, приходьте сюди, приходьте цікавтеся. Побудьте, просто поговоріть, познайомтеся. Можемо, хтось щось знаємо, може, хтось щось може. Можемо колись більше можливостей. Давайте міняти наш майбутнє страту, курток, давайте ласити. Отже, пропоную назвати цей редут за Проташенко. Слава Україні! Те, що ми зараз зібрали, це добре. Те, що кава, чай... Те, що в мене це добре. Те, що ми прийшли до... Президенту, вона зібрали для звільнення людей. Для звільнення наручних людей. Я не знаю, що ще питають. Я хочу знати, що ми в Україні. Вони в Україні. Я не знаю, що ми в Україні. Вони в Україні. Вони в Україні. Вони в Україні. Вони в Україні в Україні. Вони в Україні. Субтитры делал DimaTorzok 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 ДимаTorzok Субтитры делал DimaTorzok ДимаTorzok 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 Актуер! 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 Продолжение следует... 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 В Европе он, по сути, зародил этот протестный рух на защиту своих прав, он зародил демократию как такую и республику как такую в мире. В те ситуации, которые мы имеем сейчас, когда идет война, когда, на жаль, влада не совершает никаких реформ, никаких кроков на встречу с гражданами, люди должны объединяться снизу. Это, на самом деле, единственный выход для того, чтобы действительно были правильные изменения в стране, в жизни каждого украинца. А вы сегодня долучились из этой акции? Что это за акции? Мы долучились на поддержку блокады, торговли с окупантами, торговли на крови, которая происходит. Меня зовут Олег Бонашко, я, соответственно, також активистом Майдану, Революции Гидности и ветеран войны цієї. Те, что делает уряд, торговля незаконная, которая не выяснилась в жодных засобах массовой информации, которая прихована для сбагачения олигархов. Все общество выступает против, мы, как проспілка, объединяем людей, и для этого противостояния так же. Потому что не можно торговать с врагом, не можно обеспечивать большие грошовые потоки на территории, которые есть контрольные российскому окупанту и террористам. Відповедно, мы поддерживаем эту инициативу. Вы сейчас оголосили, что будут ставить палатки, наметы, блокировать администрацию, где вы будете брать участие подальше в блокаде? Мы, на самом деле, долучились до этой акции, мы не были организаторами этой акции. Уси действия патриотических сил мы будем поддерживать. Если будут стоять палатки, мы будем помогать этим людям и харчами, и речами. И так как это было три года назад на Майдане, мы готовы долучиться до инициативы, которая спрямована на защиту прав, свобод и интересов граждан Украины. Я читал уже сегодня социальные мережи, в том числе и в комментариях нашей трансляции, что некоторые из граждан задают, что это может быть провокация. Или там говорят, что сейчас война, не нужно ничего такого делать. Вашу точку зору. Я сейчас свою личную точку зору висловлю. На Майдане тоже говорили, что это провокация. Відповедно, я не слышал среди людей, которые присутствуют здесь, что кто-то ставил за мету штурмовать кого-то, какие-то незаконные действия делать. Кожна людина має право на митинг, на сбори, на страйки. И, соответственно, если эти граждане, которые присутствуют здесь, решатить блокаду не только залезничных и автошляхов в направлении оккупированных территорий, а и здесь, то это, как вариант, я считаю нормальным, для того, чтобы обратить внимание соответствующих компетентных людей, которые совершают государственное управление. Потому что основная причина всех вимог и вообще того, что люди тут собрались, это то, что люди, надеянные владными повноважениями, не выполняют своих обязанностей, не выполняют нормальное функционирование государства. Поэтому, почему бы не? Люди мают право. Спасибо. Спасибо. Скажите, пожалуйста, где-то еще можно поделиться сегодня. Спасибо. 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 Субтитры сделал DimaTorzok Спасибо. Спасибо. Субтитры сделал DimaTorzok Спасибо. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Спасибо. В общем, я взглядаю, що це великий злочин. В такому разі війна ніколи не закінчиться, якщо вона буде вигідна нашій владі Ви підтримуєте блокаду і тут зараз голосили про те, що будете розбувати намети, блокувати дніст. Чи будете ли залишатися тут разом із активістами? Чи будете залишатися на ніч? Ну, будемо. Я не знаю подальше дії, які будуть. Ну, вы пытаетесь, что все-таки будут залишаться на ночь, вы будете залишаться на ночь? Нет, на ночь не получится. А почему? Ну, мы завтра приедем. Мы приедем с ранку. Ну, еще... Дякую. Как вас зовут? Оксана. Дякую. Я хочу дать вам здоровый. Ну, ладно. Продолжение следует... 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 и заявляли, что она все-таки незаконно была взята в властность, там их застрелила национальная полиция, там их застрелила и национальная гвардия, письмники правоохранных органов, где еще погибали петардами, но на этом все закончилось, никто не пострадал, не было ни о каких-то боях, после чего они обратили большую чисельную группу людей сюда, на улицу Институтскую, раньше они оговорили, что они собираются подойти до офису Ренета Хайметова, до офису СКМ, который находится на Михайловской площади, тем не менее, они решили все-таки аннулировать свой анонс и не идут туда, так, как сказал Михаил Коханевский, они не собираются, они, как он заявил, сделают это пренагоднее, позже. Напоминаю, минулого года, до речи, также за участием Михаила Коминского, за участием Батареонового вода и других активистов они также пришли по Киеву, пришли перед Майданом независимости, до офису СКМ, там побили риф, на их трех правоохранителей, после чего они развернулись и шли уже громить, как они заявляли тогда, насколько я помню, я тоже снимал это видео, то они шли до Сбербанка Росии, если я не помиляюсь, в районе метро Арсенальна, так, действительно, они туда и шли, и по дороге они разгромили один из банков, это было минулого года, а этого года, как мы видим, все довольно мирно и спокойно, и они решили протестировать таким образом перекритый въезд в банку. Нагадаю, что есть два въезда, с другой стороны они пока что не перекриваются, все меньше у кого, все меньше у кого, все меньше, когда депутат сказал, что, как будет достаточно сил, они это сделают. Пока что мы ждем на метр и будем следовать за ситуацией. Ночью в 5 утра. Поехали, пожалуйста. Пожалуйста. Не слушайте всякую ерунду о том, что мы пытаемся перераспределить депутат. Мы прошли войну, мы прошли Гелованск, Допальцево, Широхино. Мы знаем, не в деньгах счастья. Мы должны защитить нашу войну. Это мы занимаемся. Нас поддерживают. Мы должны защитить нашу войну. 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 Как только у нас будет такая возможность. Сейчас мы будем продолжать ходить с людьми, пытаться общаться с ними, слушать их думы. Мы должны защитить нашу войну. Мы должны защитить нашу войну. Мы должны защитить нашу войну. Мы должны защитить нашу войну протесту. Слава Украине! Мы должны защитить нашу войну. Мы должны защитить нашу войну. Мы ще scratched. Кто с ним сказал? Воскресенье Субтитры подогнали Симон. 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 которые хотят до нас приеднаться, могли на восток отправляться. А мы вечером уезжаем туда, потому что там очень важно быть народным депутатом, чтобы обеспечить безопасность хлопцев. Готовятся к прикрытию еще нескольких железных дорог, поэтому накапливаем силы. Вон Егор Соболев, кстати. Добрый день. Добрый день. А палатка пустая? Да. Там и там же заборы поэтилеки. Добрый день. Добрый день. Добрый день. Добрый день. Ой, добрый день. Добрый день. Все. 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 Я там вам тут родные пустые. В ухемáo, там в развиванииšки. Добрый день. Недалеко, блин, это были поездки, к примеру. Я дабы. Играет музыка. Субтитры делал DimaTorzok Субтитры делал DimaTorzok Субтитры делал DimaTorzok Субтитры делал DimaTorzok ДимаTorzok 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 Субтитры делал DimaTorzok Субтитры делал DimaTorzok Субтитры делал DimaTorzok ДимаTorzok 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 Прекратили, поймали бы сепаратистов, которые спокойно сгуляют и по телевизорам, и по Киеву. Гораздо было бы и к вам больше доверия. Ну, потому что как мелкие воришки, право, стыдно, фу. По поводу палатки. Хлопцы принесли палатку самую простенькую. Да, и большое спасибо, что помогли. Как вы видите, людей они боятся. Боятся они света. Ну и, кстати, со всей страны приходят сообщения, что прекратите качать лодку, потому что крыс тошнит. Так вот, сейчас привезут большую палатку, в которой можно жить там и прочее. Друзья, будь ласка, не расходитесь, потому что, ну, понятно, что большую палатку они там целую варфанельскую ночь устроят. Поэтому, чем больше у нас будет, тем меньше будет проблем, меньше будет каких-то препирательств, каких-то драк. Дракки вообще не нужны. Сейчас вот война, и поэтому, ну, сами понимаете, что будет, если начнется драка и т.д. и т.п. Поэтому, сейчас поставят маленькую палатку, пожалуйста, звоните своим друзьям, знакомым. Ну, пусть подъезжают, берут чай, сейчас привезут бочки. Ну, ночью надо с чем-то греться, потому что кто-то греется, не знает, где Порошенко находится, на даче, в доме. А кто-то уже 25 дней сидит в районе серой зоны, минус 25, минус 15, минус 10. На один день они сюда приехали, организуют здесь вместе с вами редукт, потому что здесь самая главная диспетчерская торговля на крови. Называется администрация президента. Последнее. Почему спрашивают требования вернуть пленных, а это главное требование, и самое первое, освободить наших хлопцев, идет Порошенко, а не Путину и Захарченко. Потому что Путин, Захарченко и Порошенко, как выяснилось, торговые партнеры. Более 16 тысяч вагонов между этими торговыми партнерами остановила блокада ветеранов. Поэтому, раз они смогли договориться по угольку, по металлу, раз они нормально между собой дружат и торгуют, пусть договариваются, чтобы отпустили наших хлопцев. Хватит брехать по телевизору. Ну и второе требование ветеранов, это прекратить торговлю на крови. Потому что пока идет торговля на крови, война будет бесконечна. Меня интересует, почему Порошенко так боится всех этих палаток. Такое впечатление, что чем-то напугали в детстве. Пам президент, вы президент демократической страны. Если вы посмотрите, какими пинками иногда гоняют возле Гайдпарка парламентариев и в том числе премьер-министра, если вы увидите, что цепь на Даунинг-стрит, там где находится резиденция премьера Великобритании, не охраняет эти кордоны полицейских, кордоны спецпризначенцев, то вы поймете, с каким позором вообще это все смотрится. Вот от кого вы отгородите? От кого вы отгородились? Если бы за вами пришли с гранатометами и со всем остальным, то, естественно, ни от кого бы вы не отгородились. Просто это же полиция и нацгвардия. Это молодые парни, которыми, к сожалению, вы берете в заложники, когда между собой и народом вы их выставляете. Вспомните свое позорнейшее голосование в 2015 году, когда вы пытались протянуть, вспомните историю с особым статусом Донбасса. И тогда кинули гранату, тогда погибли нацгвардейцы. И во всем телевизором показывали, вот, смотрите, погибли нацгвардейцы. То есть вы этих нацгвардейцев берете в такие же заложники, между нами, между народом, между собой. Точно так же, как вы сейчас берете в заложники граждан, обещаем верное отключение, обещаем разморозить их квартиры. Ничего у вас не получится, надаем по рукам. И я уверен, что после блокады следующим шагом начнется возвращение энергетики, которую захватили все эти пророссийские, проукраинские, без разницы, олигархи, в народную собственность. Я считаю, что все это нужно реприватизировать, считаю, что нужно пересчитать эти тарифы, потому что вы, сволочи, никогда не наживете. Слава Украине! Майдан стояет против олигархов. Олигархи все на месте. Народ ничего не добился этим Майданом. Олигархи все на месте. Порошенко хуже Януковича в несколько раз, потому что он полностью убивает веру. Веру в нормальную жизнь народа. Сейчас передаю эстафету руководителю добровольчего руха ОУН Каханевскому. И последнее, что хочу сказать, звоните своим товарищам, знакомым, пусть приезжают. А дальше уж на что хватит сил. Хватит сил на символический намет. Будут стоять намет, собираться люди и отправляться к нам на восток. Хватит сил, заблокируем с обеих сторон, чтобы этих крыс тошнило до тех пор, пока не вернут наших хлопцев и не покатят торговлю на крови. Слава Украине! Слава! Друзья, много кто из вас и тут, кто есть, и мои друзья в ФБ, там кого нет, и мои друзья, которые особо хорошо знают, регулярно задают мне вопросы. Ну вот вы ходите, и когда? И когда уже что-то станет? Вот побили вы банк? Ну хорошо. Вот вы там что-то разбили Ахмедова? Ну хорошо. Ну же ничего не стаётся. Друзья, друзья, мы это делаем, чтобы в один момент всех нас на Майдане было 100 тысяч. И когда такая количество будет, вот эти все, наверное, гвардейцы сами, складывают свои щитки и ничего не будут делать. Но я говорю, это и для них, чтобы они почули. Дальше, я отвечаю на вопрос, когда? Друзья, кто сейчас следует за ФБ, кто сейчас за телетрансляциями, тут несколько каналов, постоянно звучит призыв «Виходьте». И тогда это станет, впаде режим. Можливо, мы нарешті отримаем ОССД. У нас один есть универсальный метод зміни влади в этой стране, або тиску на владу. Это не выборы и не перевиборы. Володя Парасюк его сформулировал. Это наша главная институция народная. Майдан. Когда Майдан выходит, закрываются вопросы украинской нации, которые болели на тот момент. Даже то, что революция гидности, много вопросов она закрывала. Принаймні, мы не имеемо Януковича. Но она закрывает и закрывает гноники. У нас есть полонение. И так же режим Порошенко перевершил по-своему режим Януковича за кількістю политических увязненных в этой стране. Поэтому еще одна из требований, которую уже оголошили Добровольче рух ОУН и в принципе штаб блокады, это прекратить переследование добровольцев, а тих, кто увязнен, полетвязнен, тих, кто увязнен, выпустить их. Отже, друзья, мы ждем большой намет. Я думаю, что будет несколько маленьких наметов. У нас есть кухня. Если все это мы установим, у нас тут будет полноценный киевский штаб блокады. Еще немного терпения. Ну, на Майдане мы мерзли значительно больше. И тоже осталось часом. Небагато людей, но меньше с тем, волей даже несколько людей мы победили. Все помним, как на Рушевского по 5-7 хлопцев стояли на ночь. И не уходили. Тобто были те, кто не втомился. Были те, кто не сломался. А потом выходили сотни тысяч. Так бывает. И так, возможно, будет и сейчас. Отже, мы еще тут, мы ждем наметы и продолжаем борьбу. За государство, за наших хлопцев, которые в полонии. За прекращение этой ганебной торговли. За освобождение полетвязков. Это наш ультиматум Порошенко. Слава начали. Мир ваше право. Друзья, так как намет большой, то, скорее всего, придется его тут всем миром проносить. Потому что, я так понял, будут крысы визжать и вперед себя тащить полицию. Поэтому, пожалуйста, не расходитесь. Второе. Давайте в двух словах еще раз, кто новый пришел, скажу. Вечером ветераны, кроме гарнизона, редута, которые с киевлянами останутся здесь, чтобы блокировать эту главную диспетчерскую торговлю на крови. А остальные поедут назад, на восток. Там сейчас они держат три линии. Сейчас договорились, что из Львова, из Днепра, отсюда, с Волыни поедут автобусы. Будут организованы уже в большем количестве людей, чтобы перекрыть оставшиеся пути и перекрыть основные потоки из России. Потому что они пытаются сейчас все это отправить в объезд. И по той единственной маршруту, которая осталась, идет в два раза больше эшелонов, чем шло. Они врут, рассказывая, что это только уголь. Более 100 тысяч разрешений было выдано СБУ на перевозку этих грузов. Кроме торговли на крови, кроме того, что обогащает российских олигархов, наших олигархов, чиновников, там идет контрабанда и контрафакт. Представьте, идет 60 вагонов, и только 8 пограничников с собакой за 15 минут должны их осмотреть. Каждый вагон по 50-60 тонн. Они заходят на мостик, смотрят сверху, что там под углем, что там под лесом, что там под кирпичом. Непонятно. Поэтому идет наркотрафик через нашу страну. Поэтому то, что производится в ЛНР, ДНР, сигареты, водка, большое количество лекарств и препаратов некачественных идет в нашу страну. Без налогов, мимо бюджета. И разлагает нашу армию, давая взятки наших чиновников, которые на этом жируют. И никто этого не проверяет. Идет оружие, идет наркотики. Волонтеры, которые пытались с этим бороться, и была такая группа Эндрю в 15-м году, его подорвали. Все те, кто расследовал это преступление, либо убили, вот зарезали некоторых в Харькове, либо журналисты 1 плюс 1, которые это расследовали, недавно вынуждены были убежать из страны. По этому делу, по делу группы Эндрю, обвинили военнослужащих 92-й бригады. Рассказывал Матиос, это гнида по телевизору, о том, что это хлопцы не просто взорвали их, потому что они там главные крышеватели, а что они друзья наркобаронов из Колумбии. Нашли рядовых хлопцев, сделали их крайними. И они их полтора года мурыжили, и сейчас дело приостановили. Внимание! В связи с обращением наших правоохранительных органов, правоохранительным органам Российской Федерации за правовой помощью. То есть, идет война, наши хлопца убивают, а прокуроры устраивают это ганебное шоу. Поэтому особо желающих бороться с контрабандой, с контрафактом, с незаконной торговлей не было. И только когда хлопцы демобилизовались, они поехали и сказали нет. Их пугали смертью, тюрьмой. Но они сказали, тюрьмы мы не боимся. Мы уже за полгода вытащили много наших товарищей, которых обвиняли. Не в России, не в ЛНР, ДНР, а здесь. Смерти они не боятся, они хоронили своих товарищей. Они боятся одного, они боятся стыда. Перед небесной сотней, стыда перед теми, кто погиб в Иловайске, Дыбайцево, в других местах. Потому что не за это, не за торговую империю Порошенко мы боролись. Потому что мы боролись все, за Украину. Каждый Украину видел по-своему. Но это точно не то, что они сейчас строят. Поэтому сейчас привезут на мед, поставят, А вечером, оставив нормальный тут гарнизон, хлопцы поедут обратно на восток. Пожалуйста, все, кто готов помочь, не только тут, но и на востоке. Завтра с 10 до 18 подходите, либо в этих палатках, либо внизу возле стелы, записывайтесь. А в 6 часов пойдет большой автобус. И последнее. По поводу угля. Сейчас по телевизору рассказывают, что остановятся предприятия, заморозят людей, прикатятся подачи электроэнергии. Это все брехня. В чем смысл? Уголь, это всего 15% того, чем они барыжат. Давайте по углю. Год назад, в апреле 2016 года, правительство приняло решение, что повысить всем нам, всем вам стоимость тарифов, в том числе по электроэнергии. И объяснили, нужно платить много для того, чтобы не покупать в России уголь, чтобы не покупать в ЛНР ДНР. И поставили цену угля, как будто его привозят из Роттердама. По 1730 гривен. Но на самом деле, после первой поставки, начали опять закупать в России, стали закупать у боевиков по 300-600 гривен. И вот эта разница, 1730 минус 600, это то, что деребанят между собой Ахметов, Порошенко, прокуроры, СБУшники, полицейские. Вместо того, чтобы бороться с контрабандой, они на этом всем наживаются. Я вам приведу пример, кто владеет нашими электростанциями. Славянская ТЭЦ, владеет Донбасс Энерго. Владелец Донбасс Энерго, по словам губернатора Донецкой области, Саша Янукович, он же стоматолог, до сих пор. И этот Саша Янукович получает уголь от своих подельников из ЛНР ДНР. И хлопцы в Авдеевке, хлопцы на Бахмутовской трассе, Хлопцы в Станице Луганское, под обстрелами, Видят, что в один момент обстрелы затихают, и идут эшелоны туда и обратно. И поэтому вся армия, кроме некоторых негодяев, которые сидят в генеральном штабе, Поддерживает хлопцев, поддерживает блокаду. Иначе бы их давно разогнали. Полицейские, которые из батальонов полиции на блокпостах, поддерживают блокаду. Нацгвардия, которая понимает, о чем идет речь, поддерживает блокаду. Не поддерживает только кучка вот этих новоришей и их купленные депутаты, Которых, к сожалению, большинство. Мне стыдно, что я сижу с ними в одной Верховной Раде. Где вы, мрази, сейчас находитесь? Ходите по проституткам, либо находитесь на Канарах. Народные депутаты, это не те, которые должны сесть в карманах у своих хозяев, А те хотя бы иногда приходить к народу. Поэтому не хочется мне идти в Верховную Раду на этой неделе, Я поеду обратно хлопцам. Голосовать там не за что. Пусть не уходит кокаин, а я буду с ребятами там, где мой голос важен. И последнее. Звоните сейчас ребятам, звоните своим соседям, друзьям. Да, тут иногда скучно, иногда невесело, иногда холодно. Но если мы сейчас разойдемся, следующий шанс собраться вместе будет очень нескоро. Когда мы по отдельности, нас давят, нас угнетают, плюют сверху. Не важно, кто ты там, депутат, который вне системы, Либо обычный человек, рабочий, служащий. Самое главное, что ты не в круговой поруки. Ты для них бытва. Когда мы вместе, мы народ. И рано или поздно, мы все равно сделаем то, что не успела сделать небесная сотня. Наши хлопцы на востоке. Построим нормальное государство. Низкий вам поклон волонтеры, низкий вас поклон киевляне. За то, что оставили сейчас свои дела, пришли сюда. Слава Украине! Слава! Слава! Давайте музыку. Слава! А где сейчас Порошенко? Где Порошенко, я не знаю. Такая Верховная Рада, как сейчас, народу просто не нужна. Это дверень. Что нужно сделать, чтобы не так низко, чтобы это не хватило? И президент. Он уже нападал. Да. Включитель, телевизор там показывает все. Приматеринская. Да. Международный. А вот здесь, что? Пай. Слава на людей, где-то. Пай. 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 Субтитры подогнал «Симон» 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 Подсказывают сейчас, что нужно просто привести какие-то подсумки и рассказать коротко, что сейчас есть. Мы будем завершить нашу трансляцию, поскольку мы видим уже спокойно, люди немного разговариваются. Я напоминаю, что сегодня на Майдане Беззалезности в Беззалезнике дня собрались активисты, которые готовились рассказать о событиях новичной давности. Они объединялись и другие активисты, также объединялись и добровольцы, и участники общественной операции. Все это переросло уже в ходу Центра Киева, переросло уже восьмостатную акцию, как заявляют участники общественной администрации президента. Там они оставили свои наметы. Просто буквально сейчас, в эту секунду, мы слышим, что Семен Семенченко заявляет о том, что эти пушки, велика кількість, я не могу все подтвердить, или простить на этом месте, не видно. Есть очень много правоохранительных органов, спецпризначенцев, как они сказали, что я тут готов, чтобы обеспечить правопорядок. Так вот, я продолжу то, что тут перед администрацией президента решилось блокировать піст с мекою проводить эту свою акцию на поддержку. Акция, которая происходит на сходе Украины, это блокады торговли, где, в основном, лидеры и народные депутаты, как и Максимум Владимир Парасюк, там в складе активистов, которые были представлены добровольческих батальонов, которые брали и берут участие в антитеррористической операции на сходе Украины. Это можно и перелечить, в принципе, Донбас, батальон Донбас-доповольческий. Это и представители батальону Айдар, это и представители батальону Пупуму. Было возможность поливать на этих местах и побачить этих людей. На сайте Радіо Свободы вы можете найти и видеоматерали, и фотоматерали, и текстовый материал, то, что это блокады, и все детальнее. Сейчас, на данный момент, активисты принесли все такие комплектующие палатки, установили намет біля адміністрации президента правоохранительства, установленные начинили опору, тем не менее полиции пытались не позволить принести какие-то комплектующие, которые напоминали, возможно, какие-то небезопасные предметы. В основном, народный депутат Семенченко взял все в свои руки и принесли, только пунктующие, которых не хватало. Сейчас автористы заявляют, что они будут остаться на ночь, также додают, что они ждут больше больших наметов, будут установлены и пульевую кухню, чтобы здесь можно было и обестрелиться, и находиться, и жить. Закликали всех, не байдужи, приедутся. Радіо Свобода не поделяет будь-яких умов, которые звучат в кадре. Мы просто ретрансуруемо, просто показываем то, что происходит, а вы уже анализируете и вы решите для себя свои желания. В общем, это все, что сейчас происходит. Есть еще сотни, может, двоих людей, которые вы можете спостерегать, тут сейчас в кадре видно, людей, которые пришли сюда поддерживать эту акцию. И как будут результаты событий, следствуйте за сайтом Радіо Свобода. Ну а мы будем быстрее за все припинять трансляцию, и будем випадки, чего приятного. И просто вмикаться, и показывать вам все, что происходит, и добавлять оперативные видео. Для вас працювала Марьян Кошнір. Святкуйте за нами в социальных мережах, в Facebook, в Twitter, и на сайте Радіо Свобода. Субтитры создавал DimaTorzok 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 Субтитры создавал DimaTorzok